Раскол и выгода едины Порошенко делает ход конем Раскольники скачут. Радио Спутник Раскол и выгода едины Порошенко делает ход конем Раскольники скачут. 10 часов РИА Новости Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко поздравляет патриарха Филарита, предстоятельник канонической церковной структуры Украины, с 23-летием интронизации. РИА Новости Пресс-служба президента Украины Ольга Бугрова, обозреватель радио «Спутник». Все материалы, когда Порошенко и Филарид работают в паре, вспоминается антиклирикальная шутка «Почем опиум для народа?». Но эта бойкая парочка знает ответ в цифрах. Для одного цена вопроса второй президентский срок. Для другого мечта первым, патриаршем. 21 января, 16-23 пупс, цюистцу. Новая украинская церковь ищет себя. Новая Украина получила себе новую церковь. Теперь надо придумать, как эту структуру назвать. И вот тут начались неожиданные сложности. Там и Сабаф Токефалий в конец вскружил голову президенту Порошенко. Он даже попытался втереть в доверие к иерусалимскому патриарху привезенных на святую землю незалежных раскольников. Причувствуя непочтительный ход, патриарх Феофил сказался больным и не принял Петра Алексеевича с его делегатами. Правда, уже на следующий день глава иерусалимского патриархата в добром здравии общался с представителями канонической украинской православной церкви. Почувствовал ли в этот момент Петр Порошенко щелчок по носу, неизвестно. Скорее, нет, потому что бывают люди с репутацией и плюнь в глаза скажет, «Божья роса». Может быть, именно так он и говорит, имея в виду какого-то своего, отдельного от всех других, правильного и, конечно, незалежного украинского бога. Своя мысль на уме и у схизматика Филарета, произведенного президентом Порошенко в какие-то загадочные и почетные патриархи. Ради этой задней мысли Филарет Денисенко проявила исключительную для собственных 90 лет прыткость. В один день посетил и съезд партии Батькивщина, на котором выдвигалась в президенты Юлия Тимошенко и действующего президента. Тот, изображая из себя персону с рукой дающего, которая никогда не оскудевает, вручил Денисенко сразу два ордена в довесок к званию Героя Украины. Филарет в патриаршем облачении, разумеется, изобразил на лице строгое почтение. 21 января, 10-28 пограбить уж так пограбить. Политолог о желании Филарета отобрать лавру глава Киевского патриархата Филарет рассказал о способе отобрать УУПЦМП Киево-Петчерскую лавру. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио «Спутник» высказал мнение, что именно для этого Киев и принимал соответствующие законы. Они прекрасно смотрятся в паре Порошенко и Филарет. Первый, едва научившись правильно произносить слово «автокефалия», наломал целую поленицу дров, которые теперь безуста лисуют в печь религиозного раздора. Второй, кстати, выступая на упомянутом съезде партии Юлии Тимошенко, изо всех сил уверял, разве только не крестился, что действия Порошенко не являются вмешательством в дело церкви. А чем они на самом деле являются, так и не сказал. Эти двое все время вызывают в памяти антиклирикальную шутку раннесоветских времен, почем опиум для народа. В случае с Порошенко и Филаретом вопрос не анекдотический. Они знают цену своей активности. Для одного цена второй президентский срок. Для другого мечта первым, легитимно патриаршем. Автор Ольга Бугрова, радио «Спутник». 10 января, 15-14 плевок в лицо. Политолог о присвоении Филарету звания Героя Украины Петра Порошенко уличили в незаконном присвоении Раскольнику Филарету Денисенко звания Героя Украины. В эфире радио «Спутник». Действия украинского лидера прокомментировала политолог Наталья Макеева. Продолжение следует...